а я а я вот у меня все время там сама там ты должна вы то есть не было этой принцесски и постоянно там да ты должна вырасти чтоб кормить нас то есть вот так но это она тогда она видела это своими глазами вот так потому что это неблагодарность к родителям потому что отец и он с его стороны он ей делал как лучше от любви ему родители как показали как любить вот он так ей и давал эту любовь по-другому ну если бы ему как принца растили он бы так ее и вырастил ну как ему дали он не знает другого он не видел и не даже в голове нет у него нигде и тут нет ему когда ли вот меня там и все и он это же передает вот надо вот так любить каждый родитель любит своего ребенка плохого никогда не пожелает и только только из-за любви мы любовью своим можем как бы и убить даже особенно мамочки ребенка за любить так что он скажет что уйдет ребенок мамочка лишь бы тебе было хорошо и нас тебя уйду ребенок может так сказать вот поэтому когда мамочки я переживаю за тебя я переживаю за тебя да ты переживешь его потому что ты переживаешь за него жизнь переживаешь его он уйдет а ты переживешь поэтому лучше как бы такое лучше да не не переживайте за других увидите свою жизнь а у них свой выбор это раз а еще переживать это когда не только пережить потом да вот как ирина говорит а переживать жить пепере переживаю его жизнь то есть за него здесь сейчас живу его жизнь не свою а его же вот я живу думаю за него решаю за него выбираю за него на будущее планы строю помогаю ему не набить шишек чтобы он своего опыта не получил и в жизни не был таким сильным потому что ну как бы я лучше плечо подставлю это мудрее умнее и вот на зло папе потому что это обидно столько и злость это на папу затаилась на зло папе она как ты там уехала да там учиться куда-то там встретила будущего мужа своего да и понимаешь что папа ты встречалась папа тебе не разрешал там отгонял это ну типа твою свободу и тут ему на зло и думаешь что это ты сделала но это твоё подсознание сделала на зло папе то есть это не благодарность если бы ты вот сейчас осознаешь и будешь благодарна только потому что они тебя родили просто родили они дали тебе жизнь все ничего больше не надо только вот за это не благодарить если бы мама могла бы сделать аборт папа тоже мог сказать давай попозже типа давай освоимся потом ребеночек будет тебя бы не было понимаешь и только вот если когда ты на одну тебя претензия претензия вот меня папа ты должна папа господи да спасибо тебе что ты меня так воспитал что блин я теперь сильно я могу теперь блин достать деньги там на лечение ребенка опять же и это тебе ребенок помогает в этом то есть потому что ты сделала такую реальность и когда ты войдешь в эту благодарность тотальную просто ничего не надо просто благодарю вас каждый день боже вот встала папочка-мамочка благодарю просто за то чтобы меня родили и и видеть не то что вот там папа меня это да прикиньте меня папа так воспитал что блин я настолько я теперь могу и то и то вот так меня а вас как принцесс а меня я зато могу вот так благодарю тебя когда ты претензии нет когда ты будешь в тотальную благодарность ты это поймешь когда ты будешь в тотальную благодарность ты поймешь ты приедешь тебе скажет доча деньги ты чё я люблю тебя ты чё как ты могла подумать так ты понимаешь а как это теперь переложить на ребенка она дырку закрыла я сначала про дырку она закрыла на злую дырку этой все вот этой вот эту обиду на папу там это она просто ребенком этим закрыла дырку понимаешь и все не помнили а зачем это я посижу теперь думаю для чего мне это теперь ну реальность такая чем я это слышу потому что всем мы каждый каждый в этом чему ты слышишь потому что ты что-то делаешь чтобы закрыть дырку а тебе то же самое не благодарность к родителям вы чё не понимаете просто надо вот выйти в такую благодарность и и не закрывать на зло блин до меня 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 я хотела актрисой быть я хотела быть театральной родители вызывали в школу какой и 11 класса посмотрите она тут все к в н и все все эти спектакли все блин вообще видите все правильно она вам какие богаты и будете вы блин гордиться ей будете видите какие там 11 классов папа ты будешь металлургом и в колледж металлурга и в колледж металлурга все у меня обидает она столько затрамбовалась засела понимаешь а папа же хотел как лучше с его то стороны он любя же меня повел он думает ну актриса чё на там заработать а тут она блин она может стать начальником там там да и она должна заводе да она может потому что да потому что все он от любви это сделал причем тут я я тебе говорю как он думал а мы своими глазами же смотрим что он на злом не делает она зло меня туда не повел на зло меня засунул все ты сразу обиды во первых ты выше себя поставила рода своего родителя сделала его блин ну я я сделала папу типа конечно все я не благодарна на тебе такой урок на тебе такой урок на тебе уже приди блин эту благодарны и когда я начала когда уже папа с инвестами стала я это все начала осознавать понимать что блин это же все блин как я благодарна если бы тогда меня папа блин не повел в колледж я бы не узнала тех людей которые меня привели туда которые оттуда меня я там познакомилась привели туда и я узнала то и оттуда и и я сейчас здесь я я сейчас осознаю это и я я сейчас вообще что я увидела по миру если бы он меня туда не отвел я бы у меня не был у меня бы другая не было бы это этого я бы пошла допустим в актерском у меня повел ну и человек закончила актерская и все и нет писать бы не стало допустим но мы об этом не знаем и ну это может быть такое предположение поэтому в этот момент вот что случается это нужно это тебе нужно вот в этот момент значит это плохое хорошее в этот момент это тебе нужно и и поблагодарить спасибо там благодарю спасибо этому моменту а если к не случился я был из-за этого я бы не узнала то все и выйти вот поблагодарить когда мы не благодарим родителей просто за жизнь больше ни за что она еще пора ребенка немножко вернемся ребенок чего тебе отражает он не дееспособны что есть сама себя ограничивая он ограниченный то есть ты себя ограничиваешь ты не дееспособна во многих вопросах не действуешь не думаешь не идешь не говоришь не движешься к тому чему больше не меняешь положение то есть это ты внутри застряла а не ребенок внешний то есть твой внутренний ребенок застрял что он тебе еще показывает в чем ты болит что я не могу сама а ты действительно не можешь чего-то вообще по сути то ты можешь вопрос почему ты не делаешь ребенок твоего права рождения тоже все может но почему-то его тела не хочет это делать да да вот так удобно и тебе так удобно что делать отражение в зеркале что делать отражение в зеркале чтобы она улыбнулась то есть все что ты хочешь видеть и в сыне нужно делать самой самой своей собственной жизни ну какие у тебя цели планы желания цели на будущее планы ну куда стараться хорошо а тут нифига села мне еще цель блин нишем коляску надо купить подождите это шмею по еще поехать полечить ой еще одну страницу ну это я тебе не то что как ты думаешь я говорю как вот внутренность то есть то что ты не слышишь самая главная стоящая плана настоящая плана я сейчас хочу сдать экзамен чтобы быть специалистом по тебе с ней практика и обучать такие пленые нет я просто я слышу что она хочет опять внешне все для себя самое главное это внутреннее себя принять и признать а ты все внешне то есть у меня план она внешне хочет это все поняла закрыть закрыть опять же закрыть внешне красотой а внутреннюю красоту ты открыть не хочешь ты закрыть ее хочешь внешне внутреннюю я вам не покажу себя а вот внешне хочу на меня внутреннюю смотрите а там инвалид что на место ты делаешь мама вот смотрели у нее она чтобы не радоваться не улыбаться наши туда приехала зубки делать чтобы не радоваться и улыбаться ты нашла себе причину или я никогда не улыбалась я потому что у меня зубы были не очень которые мне нравятся но когда она мне прислала зубы ребят эти зубы у каждого второго среднестатистического человека который никогда бы не подумал их переделывать у нее были красивые белые зубы ну чуть-чуть темнее вот этот передний зуб люди ходят похуже и всегда улыбаются а у нее была отмазка на такой несущественной херни и поэтому она не улыбалась но она не улыбалась понятно потому что она внутри не улыбается поэтому естественно и внешне повода нету и за зубы зацепилась я не улыбаюсь ну то есть как бы ты отмазку нашла без зубов но то что ты их сейчас делаешь ты не будешь улыбаться внешне ты не улыбаешься ну не улыбаешься потому что улыбаются только от чего когда улыбаются когда радостный когда радость а радость когда когда есть любовь безусловно тогда появляется вот и радость это и ты улыбаешься только ты же не будешь улыбаться когда ты видишь что-то плохое даже не будешь улыбаться а когда ты хорошая видишь радость тебя сразу ты улыбаешься неважно какие зубы ну то есть ты внутренне поняла радуешься ты внутренний блин улыбаешься радость это просто дофамин обычный который вырабатывается как гормон счастья мы его вырабатываем это как эквивалент когда тело наполняется энергией душа наполняется энергией мы наполняемся энергией вот этим вот порывом счастья внутреннего и она не такое кричащие она внутреннее тихое счастье когда мы рады от проделанной какой-то работы мы захотели мы сделали мы увидели результат обычно химия физика работа масса помноженная на скорость да и чтобы вам было понятно взяли что-то кинули допустим костер полена она трансформировалась сгорела и выделилась тепло облака энергия выделилась то есть вот это перемена трансформация захотелось точки а в точку б прийти не неважно каким образом и неважно каким результатом я иду наслаждаюсь пока я исполняю свое желание я увижу результат своего творения которое приносит пользу мне и миру и я удовлетворена морально то есть мы так живем наша задача генерировать энергию генерируем живем не генерируем убираем так вот настоящая радость это это являемся физиологически телом испытывается ну вот как радость на самом деле мы наполняем все энергии пойти на машинке покататься накраситься пойти заняться сексом покушать еды одеть платье это искусственная радость мы радуемся но при этом энергии не получаем мы ее тратим на эти действия а чтобы ее генерировать так как энергия нам нужно на все реализации желаний нам нужно ее генерировать в действия работе сделать работу работа это действие работа мы делаем с целью цель наше желание то есть мы захотели мы сделали но это желание не пойти попить чай поесть нет желание это созидание творения то есть творцы получают энергию в творении то есть создание чего-то нового что в нового создает в этот мир что-то созидаешь каждый день если ты ничего не созидаешь ничего не создаешь в этот мир да то откуда у тебя будет рад поэтому ты не знаешь как это улыбаться а как ты будешь ее созидать если у тебя все внимание на ребенке даже мелочь вот он сказал радость то что я сотворяю допустим то что я могу как бы мой внешний мир скажем так мы другу грубо говоря другому человеку принести радость допустим вот я просто иду там ресторан стеклянный и смотрит на меня человека ну просто мальчиком парень девушка я иду и повернулась и улыбнулась и он надел улыбнулся ли она и и машет и пипец я прошла а у него это осталось это радость прикинь я сколько я натворила какой я творец я человека счастливила блин просто улыбнулась он до 1 это время просто счастлив он полдня там будет не такая девушка он там ходит он забывает там чего не забывает у него и сразу него энергия поднимает я сотворила я сотворила это вот я бы такую мелочь просто рассказала то есть не надо там даже пойти пока вообще в принципе там придерживая посадить до или прийти за него убрать там в том же ресторане допустим просто я шла я счастливила его а могла бы пойти там вот так показать творчество появляется через наши естественные естественные проявления когда мы хотели сделали хотели сказали пожелали пошли сделали вот и это сделали она как-то каким-то косвенным образом исполнять желание других людей вот например чтобы мы сидели здесь перед вами да нам нужно чтобы нам кто-то построил дом создал свет лампочки электричество вай фай интернет розетки или телефон не знаю что пижамы диван самолет самолет или чтобы кто-то сюда да и в общем все события которые в этой точке сошлись все люди мира потрудились каким-то косвенным своим проявлением до чтобы вспомнить это желание чтобы мы здесь сидели и мешали и там пили чай мой любимый пили чай когда все пьют чай весь мир потрудился ради этого чая то есть просто ты благодарен даже за то что ты пользуешься всем принимаешь и точно так же без чувства вины без чувства стыда без чувства а может быть и не надо было делая выбор мы ответственно выбрали его и не жалеем об этом без сожалений мы должны проявляться тогда наше проявление настоящие а мы девяносто девять девять тысяч почти сто процентов играем в масках в социальных ролях подстраиваемся под общество под правила и так далее наше проявление искусственные не настоящие а вот искренне по-настоящему ты идешь и улыбаешься всему всем людям как и она не стесняется а другие вот зайдите в метро в москве были там у меня после этого панических тракет я еду блин я я еду я улыбаюсь даже кто хочет улыбнуться они сидят и пытаются сдержать улыбку если там петрушка часто приходит то там побрынчать кто-то поприкалываться блогеры там снимают вечно что-то и люди сидят и они боятся эмоции свои показать что им нравится что им смешно или еще что-то все натянули маски и все и и мы так с этими масками живем и любые действия делаем а людям нужны естественные проявления вот и вдруг захотела пойти там учиться куда-то там рисовать потом на дизайнера и в итоге по цепочке ты сделал дизайн кружки а я вот чай но если бы у тебя возникло желание надо ли бы или не надо будет туда идти а вдруг не получится а вдруг не денег не хватит то есть мы себя сидим отговариваем от любого желания у нас возникло в голове желание мы сидим его отговариваем а у меня ребенок а у меня погода а у меня зубы поэтому и не улыбайся у меня то мне все миллион отговорок причем эти отговорки реальные ребенок это же блин реально у меня ребенок я действительно особо оставлю пойду но мы эти отговорки создаем сначала чтоб потом от них отговорить изначально нету желания идти и без вот этих шаблонов мышления и делать всегда отговариваем но выгодно себя отговорить ничего не делать ну хорошо а из миллиарда 400 миллиардов мыслей в секунду сколько ты сделала в этой жизни желаний на пальцах но это для это про каждого это и про дня и тебя и про ирины про всех сидящих сколько мы раз себя отговорили всего у нас сейчас в этом мире самые классные слова у им не лень мне не по импульсу что-то я не хочу я не в ресурсе и начинают всякую вот хрень честно говоря для того чтобы что-то сделать нужно напрячься вот чтобы пошла энергия до вы зарядили телефон который по меня сел нужно его подключить к розетке если там не будет напряжения у меня не будет там тока я не заряжу телефон не чтобы нужна была энергия меня напрячь свою жопу поднятию и заставить себя что-то сделать а люди они в ресурсе не не по импульсу значит не на такую хрень лепят вообще вот уже не знаю что зацепиться и каждый выхватывает для себя самые умные вещи но это не вправду надо по импульсу действовать но по импульсу не ума а сердца по импульсу интуиции но от психологов которые говорят офигенные вещи все берут только свою выгоду и переворачивают в хрень и кто говорят это не работает либо неправильно работает либо психологи хрень говорят да каждый говорит классно но мы ищем вообще все выскажу на виде воспринимаем да надо жить по импульсу но не по такому как мы я захотел поесть даем не мы хотим есть микрофлора наша и если мы не будем ребят туда дарит в реально все вот эту кружку этот чай тот кто это сделал землю которая вообще нам дает все вы пьете воду откуда из из недр земли и там этот океан это это все же идет через что-то диван мы сидим на чем ножки деревянные это дерево она выросла это земля это вырастила ну вот живые цветы мы им радуемся кстати они нам приносят радость у меня много цветов да и вообще все там материал этот там может какие-то эти там гусенички это ткали там я не знаю ну реально ну я не про я про и про это тоже но я про благодарна просто спасибо и плохому хорошему спасибо благодарить и желать туда не жить чужой жизни принимать любую ситуацию принимать такая вот какая она есть как вот нелли говорит найти видеть в этом хорошие хотите вам прикол расскажу всем есть квантовой физики разные эксперименты про катаж рёдингера наверно уже все слышали да кот жив или мертв пока мы не открыли коробку мы не знаем он там жив или мертв две реальности существуют одновременно а может быть и 100 может быть он там нос затыкает чтобы от газы там не умереть и полужив полумер вот а есть такой еще прикол если кто-то заболел если убить всех людей кто знает о том что человек болен убить всех наблюдателей которые хоть раз наблюдали его болезни и знали о ней то человек будет здоров вот набери теории из квантовой физики то есть мы своим наблюдением творим реальность и наши нашу реальность нашу реальность мы как клеточка единого организма вот у тебя в теле есть почки печенка там пальцы руки глаза и не каждая клеточка еще она поддерживает весь организм и как мы поддерживаем своим наблюдением и вниманием ту реальность которая вокруг нас находится так и все люди и животные и деревья и планеты земля и солнце и и луна они все своим наблюдением поддерживает и мою реальность мы все поддерживаем реальность друг друга если убить всех кто знает что я не знаю что там не надо и я сама не захочу быть то есть уберу всех наблюдателей по квантовой физике да я могу быть другой если убить всех кто вот был такой вопрос еще человеку который очень хорошо и глубоко занимался квантовой физики физика я потом следствие ну ладно он такую тему сказал однажды прямо зацепила если человек умер ему задали в прямом эфире вопрос можно ли его оживить он горит а можно но если убить всех кто наблюдал за его смертью кто знает что кто знает что он умер кто наблюдал в моменте там он еще не разложился очень похоронили вот он можно ли его жить если убить не тогда кто будет знал что никто же так и не надо знать что человек для себя и вернемся к то что мы сами да создает свою реальность мы просто идем и нам навстречу девочка инвалид такая вот мы уйдет и сегодня и айгуль говорит да ё-моё чем все время я не заметила ни одного инвалида дома почему они все время про инвалидов говорят я во все стороны я не одновременно потому что это и реальность она этим живет вот вот можно также жить другим и ты будешь видеть другое я когда спасала кошечек собачек я каждый день отчисляла там 100 рублей тысячу десять тысяч пятьдесят тысяч у меня каждый день какая-нибудь любая сумма приходила я там пять процентов 10 отдавала кошечкам собачкам на протяжении трех лет по всей россии в разных городах отчисляла списки фондов ты чё я прям болела я на улице всегда шла в магазин даже не встречая собака кошек я покупал там сосиски консервы выходила это мне уже подбегали бедные несчастные кошечки собачки я всех кормила меня приучил мой там бывший парень на камчатке и вот мы я всегда кормила в моей реальности все животные были больными и хромыми пока я не трансформировала свое животное начало внутри мои инстинкты по безопасности ну и там они транслируют инстинкты много их сколько забыла ладно не важно трансформировать к слову захожу я значит в контакт еще тогда контакт был потом instagram появился через время facebook был и везде какие-то сборы на собачек и на кошечек везде я никогда мимо пройти не могла я каждый день видела вот эти сборы я каждый день видела объявления там собираем там не подруги звонили там когда я эту тему проработал 2000 каком четырнадцатого или пятнадцатом году подружилась с собаками с кошками я собаку вообще боялась на их все равно кормила деньги отчисляла ну типа путь как-то на расстоянии я никогда их не поглажу но деньги пускай на это откупалась откупалась это вторая энергия после нашей этой энергии держала этих больных кошек и собак как только я поняла что не надо никого спасать лучше потратить на себя деньги окей я в реальности не встретила ни одной больной кошки не встретила а тут всегда то лапка хромает то глазика нету ухо откусана какие-то они потрёпаные я сейчас живу в реальности все коты и собаки жирные как с полочи как коровы просто огромного летом все кормят они здоровы и здесь корм стоит везде вода и я не вижу в интернете уже сколько лет ни одного сообщения сбора о кошках и собаках нету у меня инвалидов вокруг этих кошек и собаки вот это очень хороший сейчас нелли рассказала как подытоживание что опять же вот она видела у нее все больные были и проработала жалость я своей жалостью держала их в поле внимания мне же надо было кого-то жалеть то я пожалела себя да ну нафиг это же я блять больная хромая это я все время чувствую опасность и не надо всех защитить то что сказала иглы страхи страхи в общем детей нет больных это делают сами родители их какую-то дырку заткнуть можно я еще тоже одно скажу пока не забыла просто знать уже подытожить решила когда ко мне одна женщина обратилась и даже группу создавала по инвалидности буквально недели три ее удалила ну то что я трансформации написала говорю вот вам вопросы вот вам задачи вот причины кто успел тот успел и все удалила я удаляю так вот обратилась ко мне женщина и я и сразу написала а вы знаете что в библии что во всех этих религиях если написано если к вам приходит ребенок инвалиду это дар бога это самый ценнейший подарок вашей жизни ну и там везде по-разному объяснено научиться ценить жизнь любить несмотря ни на что возможно просто тебе не хватало там в прошлых жизнях не знаю в этой опыта быть заботливой мамы то нет нет не заботливая мама наоборот от заботливая мама наоборот убрать вот эту заботливую маму и контроль мы ребенка не забрасываем и за ним следим чтобы он научился двигать ручку ручками ножками даже не демонстрирует можно в прошлой жизни мы перелюбили там других мы должны научиться дети почему дар богов потому что дети инвалиды учат безусловной любви но безусловную любовь нужно не только к людям но и к себе в первую очередь если ее у тебя не будет что-то человеку да и не может всегда не любишь когда дашь ему если того чего в тебе нету ты не можешь поделиться этим или это естественно у меня нету у меня 50 рублей как я там стоит мне 50 только через себя научиться любить несмотря ни на что себя безусловно с любыми зубами с любой внешностью с любым денежным состоянием с любыми ну вообще вот обстоятельствами завтра пойду в клинику скажу переделать свои оставьте нет свои не надо но ты его сегодня достала с переделкой это настолько перфекционист у тебя все идеально тебе надо еще сделать идеально что такое зубы ты же ты не читал да мою книгу про зубы вот и вспомни почему у людей разрушается зубы зубы самый крепкий материал ты сегодня об этом говорила зубы самый крепкий материал в организме в мире самый крепкий материал алмаз что сделает алмаз самым хрупким материалом в мире огранка когда мы пытаемся сделать самый красивый самый блестящий самый дорогой самый классный все что вообще вот просто лучше такого нету бриллиант мы начинаем его огранять он становится очень хрупким и очень легко сломать самый крепкий материал зубы говорит о нашем внутреннем состоянии что мы себя не принимаем мы были крепкие изначально сильные всемогущие но нам же надо из себя сделать лучше интереснее красивее умнее то есть мы начинаем обтесывать себя огранять то есть мы начинаем отрезать от себя ненужные части мы начинаем отрезать так я хорошая я неплохая вот это вот плохое я уберу я супер мама я неплохая мама там я не такая я не такая я вот не такая мы начинаем себя тесывать на себя разрушаем мы себя душа а зубы просто как финально да просто как проекция наша во внешнем мире просто показывает наше внутреннее мы себя разрушили не принимаем себя такими как и есть вот перфекционисты им первую очередь можно обратить внимание да это я тоже за все зубы начала разрушать потом поняла когда это написала книжку сколько и уже года четыре наверно после этого у меня остановились вот чтобы вы знали с детства мне мама водила к стоматологу бред это не каждый там пару месяцев внизу плечит он опять вдруг лечит опять гниют изнутри кариес и там стирается эмаль в рецессии что только с моими заболевания у меня вот прям как остановилась вот на месте до года четыре назад еще операцию на рецессии эти сделала все было нормально но я их мечтала закрыть я просто закрыла пластиночка места уже не стала ничего выделывать тебе сделали идеально нет они кривые неужели они не кривые пойду узнаем ты просто вот тебе отпилят ровненько потом нет вот я пойду и и доконаю человека и ты канаешь себя так внутри то есть я не идеально надо себя улучшить я недостаточно хороша поэтому буду достаточно хорошей для сына то есть получается приехать и поблагодарить даже внутри себя просто сказать сын я я признаю что это я все это я все сотворила как творец на творцы сатарян это я реально если его желание тоже все сотворила и я тебе вообще благодарна вообще ты мне столько показал я только узнала благодаря вот этому ну да столько узнала я теперь принимаю это все с любовью и благодарности понимаю то есть убрать этот контроль принять его таким уже какой он есть а ты все его хочешь там вылечить все его принимай все прими вот им какой он есть он за он сам сделает себя таким какой он хочет хочет здоровым он будет здоровым и сейчас зрители посмотрев этот эфир она пишут первые там пять комментариев с одним вопросом и что он потом от этого вылечиться ну что изменится если они так напишут значит они не поняли этот эфир потому что принятие это значит вам уже не надо ждать что он изменится вам достатку принять это значит он не изменится отпустить до принять это творить смысл не его поменять не реальность изменить а смысл свои уроки пройти для которых сыну пришлось на себя забрать эту болезнь от мамы потому что инвалидом была мама ну чтоб мама могла дожить свою жизнь и вытащить уроки он на себя это инвалидное забрал собаки кошки животные дети они забирают наши болезни там мы больными они просто помогают нам если там у нее внутри а он просто на себя внешне взял и показывает ей маму вот и к consigls я да это то что у тебя внутри вот я сейчас это то что у тебя внутри вот пожили будет смотрите я это то что у тебя внутри пожалей меня то есть пожелее себя допустим ну там внимание она все время же с ним она все время внимания то есть она себе он показывает и внутри вот я вот я внешне показываю то что ты должна у себя внутри сделать себе а не мне да вот внимание уделить все себе в себе пожалеет вот себе внутри на поставить на первое место если ты себе это все устраиваться не пытаться быть то есть ты улыбаешься ради других людей то есть а как я буду улыбаться я вот почему про зубы что твоя больная тема ты говоришь я буду улыбаться когда у меня будут зубы то есть ты бы собралась уже изначально улыбаться для других чтобы им понравилась твоя улыбка а улыбается не для других улыбается не почему для себя потому что лыба тянется ты чип вас не может сделать просто радуешься внутри ты не думаешь какая у меня улыбка кривая или косая то есть а других ты не думаешь а у тебя сначала люди а что они подумают с моей улыбкой да ты уже для них собралась ее растягивать так он получится внутри внутри это как какие еще можно примеры привести делать для себя и ставить себя на первое место вот с улыбкой допустим да изначально я решила улыбаться для других дальше какие жизненные ситуации где-то там для других все делаем и сейчас мы не берем ребенка а вообще мы даже одеваемся для других красимся для других прически делаем все для других для себя отчего когда спасать помогать когда ты советы для других даешь в зеркале просто помнишь что ты смотришь в зеркало и что советы тебе самой именно надо применять про то что сама себе говоришь получали да просто об этом надо помнить что еще может быть такого ну чтоб практически людям как тоже использовать можно брать что я много чего делать а например собой так тяжело почему-то не привыкла с собой общаться мы привыкла в себе копаться в себе разбираться свои желания то есть в других она копается разбирается это все про нас это все про нас вот то что она наше зеркало и лава за вовнутрь она где-то мне самое тяжело вовнутрь тяжело потому что она боится идти в эту боль которую внутри потому что она если пойдет да она знает что она там откроет но если ты это откроешь признаешь и примешь тут я там любовь а ты боишься ты говоришь о себе нет вот другим а потому что там боль куда идти я боюсь мы же идем только в хорошие а в вольном слойте начинается все с признания я такая я принимаете да я лохушка да я не люблю там сюда но опять же не любовь и любовь это одно и то же умная и дурочка это тоже одно и то же все опять выбирается в шаблон и на мой курс по шаблонам трансформируем познай себя это нам или надо познать себя там при этом каждый день привычки но там нет трансформации шаблона вот эти шаблоны что мы принимаем все свои темные стороны мы принимаем долюбливаем и науки научаемся их использовать расскажи вот что ты не любишь пофиг что тебе не нравится в других людях вот первое что нам приходит такой нытики нытики ты типа не такая наверное я вот сижу мой вам если ты лидер или беру то почему тебе не нравится это в других людях тебе нравится что-то нытик нет а тебе надо полюбить нытье а что такое нытье жалоба противоположная жалобе что восхищаюсь жалоба и восхищение одно и то же две стороны дуальные одной медали сколько бы одну вид они не убирали стороны от медали эта сторона так и останется этой страной и этой стороной даже уже будет тоненькая видать была такая толстая я не какая-то нытик 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 я только вот эта сторона хорошая отрезаешь отрезаешь сторона остается отсюда не резала это одна и та же страна давай противоположно почему это может быть одно и то же как ты думаешь нытье жалоба и восхищение почему это одно и то же жалоба это когда что делают жалоба что это вообще суть этого явления суть слова этого типа я несчастный говорят об этом о своем жалоба это когда вытаскивают наружу какие-то боль вытаскивают боль восхищение наоборот вытаскивают из себя восхищение восхищение но ты восхищаешься мной давай что ты себя вытаскиваешь когда ты мною восхищаешься эти моменты на мне не хватает ну естественно я так тобой восхищаюсь потому что у меня этого нету когда ты жалуешься что ты тоже показываешь того что у тебя нету что при этом раскладе ты пытаешься указать себе на место которое надо заполнить и при другом раскладе ты что при восхищении что при жалобе без разницы это одно и тоже две стороны одной медали как в плюс использовать жалобу в пользу этому миру и себе как жаловаться на что можно жаловаться чтобы это было круто хорошее у меня мама всегда горит блин я хочу пожаловаться у меня такая дочь крутая вообще пипец я говорю вам ты жалуешься ты говорю восхищаешься она всегда у нее слова восхищения заменено слова жалоба для нее жалоба не существует как жалоба вообще это он для нее это восхищение для этого ощущения ой я хочу вам сейчас пожалиться пришла ко мне дочка дала 10 тысяч рублей вот так вот я жалую тогда так говорит всегда и для нее восхищение жалобы это одно и то же она просто не понимает вот этой дуальности твоя задача точно также перестать понимать этой дуальности и обе стороны использовать с пользой там где это нужно но тебе надо понять что такое жалоба да и вытащить то что не хватает где можно жалобу использовать с пользой на что можно жаловаться я когда восхищаюсь любовью это значит ну я ощущаю недостаток потому что я мы никогда не говорим о себе я восхищаюсь собой так собой восхищаюсь не на том это говорили конечно вот но в основном и восхищаемся ну что мы видим вокруг и как бы о нифига круто вот внутри бы хотелось тоже такого вот я жалуюсь ой нет тоже такого хотелось ну допустим я могу сказать ну типа как я жалуюсь блин ну почему такая красивая люстра висит здесь и не там ну то есть я же вас как бы и восхищаю ну как бы поняла это красивая же да это же красивая люстра я восхищаюсь и жалуюсь почему он здесь а где здесь пользу дизайнерский подход какой-то для дизайнера у нас жалоба в негативе негатив это неплохое негатив это не проявлено непонятное то есть мы еще не знаем куда применить как неприятно но я не негатив ну как поняла что мы ещё не понимаем как это использовать правильно поэтому оно у нас либо не используется либо отрицается как часть себя все что есть вокруг нас и чувствует а часть нас и когда мы отрицаем эти чувства говорю что они плохие мы как бы их отрицаем когда отрицаем-отрезаем это больного пили шном и тебе больно когда ты какое чувство три заштей так же более вот в 1 в еще даже больнее душевная боль больнее физической и наша боль внутри только потому что мы отрицаем эти чувства из-за того что не умеем их использовать не рассматривали не поднимали то есть идти вглубь себя когда ира тебе говорила это значит рассматривать все что тебе не нравится находить почему это круто и как это использую вот я пример пыталась показать жалобой ну вот на пользу сейчас если вот решить им будет круто